Приветствую вас и давайте сначала скажем, что есть суицид. То есть, что есть в тягах суициду. Тягах суициду означает, что человек хочет свести счету с жизнью в буквальном смысле этого слова. То есть, он надхелен на то, чтобы убить себя. И такие люди никогда уничтожают конкретные попытки для того, чтобы это сделать. У них может получиться, может не получиться, но они к этому стремятся. Это болит. Ваша мама и бабушка никогда не хотели себя убить. Вот тут я соглашусь с лидией и скажу, что это не действительно тягах суициду. Но и манипуляцией назвать это лично я не могу. Потому что манипуляция является осознанным действием определенной линии поведения. А ваша мама, видимо, человек достаточно эмоциональный для того, чтобы действительно считать, что она может умереть. Она верит в то, что делает. Она действительно собиралась броситься из окна, когда к этому подводила ситуацию. Она действительно была готова к тому, чтобы, значит, ее мама, то бишь ваша бабушка, она, значит, завернула ее. Но и мама, и бабушка использовали это как средство давления друг на друга. Это было как проявление аффекта. И в данном случае, может мама брать эмоционально. Дальше. Что касается того, что она себя ведет. Как она себя ведет. Понимаете? Вы сами все достаточно подробно написали, чтобы было очевидно. Ваша мама взяла только для себя. И она считает, что именно вы, и бабушка, и вы виноваты в том, что у нее не получилось попробовать свою личную жизнь. Только вот, знаете, она первая мужа прогнала в вершине, когда я был в 27 лет. И там вы, судя по всему, не сказали, что была виновата мамочка. А кто был виноват? Наверное, ваш виноват. И, безусловно, у вашей мамы есть куча страхов, комплексов. Она боится от страха, она старается привлечь себя к бане. Она страдает за нежностью самооценкой. Она не уверен в себе следствие чего и проявляет такое вот поведение. То есть, первое, что нужно понять, это да, то ваша мама глубоко несчастный человек. И от счастья, поскольку бабушка тоже, значит, старалась, ну, тоже делаться вот так же, как у вашей мамы, виновата в этом именно она. То есть, бабушка как-то привила ей вот такую модель поведения, при которой, ага, значит, человек может вот легко, знаете, нажать на глаза самоубийцу. Ну, по сути, это эгои. То есть, ваша мама очень эгоистичный человек. По сути, если у нее нет сестры, то это естественно. То есть, один ребенок в семье, он, как правило, очень эгоистичный. И ничем не удивительного в том, что ваша мама, вот, вела себя потом зационально для себя. Она живет только своими чувствами, своими эмоциями, своими желаниями. Другие люди лишь как-то выступают в средстве для достижения этого и не более такого того. Не совсем понятные вашего письма являлась бы бабушка такой же. Дедушка точно не являлась, а бабушка вот непонятная. Но думаю, что ваша мама переняла модель поведения все-таки у своей мамы, как у самого близкого человека. И именно тот факт, что она несчастна, ваша мама все-таки очень несчастна. Она, этот факт, он обуславливает ее поведение в отношении к вам. То есть, она, по сути дела, из-за неудовлетворенности жизни, из-за ощущения, что она эта жизнь полностью достала сейчас. Она чувствует, что, как бы, лучше его до позади. и, собственно, обвиняет в эту маму. И, вы знаете, как если человек, вот, на протяжении всей жизни обвинял других людей в своих проблемах, да, то поменять его, ну, возможности не представляет никакой. Потому что, по сути, очень сильно внутреннее потрясение способно принять такого человека. Но вероятности того, что это произойдет, очень мало. Что касается вас, как вам с ней быть, то вам необходимо в первую очередь ее пожелать. И здесь, возможно, необходимо более детальное рассмотрение ваших отношений с ней. Если имеются какие-то обиды к ней у вас, то вот эти обиды не избавляют. Потому что, до тех пор, Больша, вы эти обиды копите, вы не сможете относиться к ней так, как нужно. А нужно относиться к ней, а преходительно с жалостью понимаешь. То есть, если она вас оскорбляет и говорит всем, что вы плохой человек, то нужно понимать. Почему она это делает? Ну, это она потому, что считает вас виноватой в своих нищетках. Ну, как мы уже сказали, что она делает виноватый эффект, кто, так или иначе, участвует в ее жизни в своих нищетках. Вы не включили свою жизнь. Она действительно несчастная. И как любого несчастного человека, к ней нужно относиться с женщиной. То есть, поменять свое отношение к ней. Перестать воспринимать ее, как равному партнеру в отношениях. Перестать воспринимать ее слова, как серьезные слова. Ее, как серьезного человека, равного вам. И посмотреть на нее через жалость, сверху удивить. Это позволит вам перестать реагировать, по сути, на ее слова. Она позволит вам, по сути, увидеть в ней просто несчастного, боящегося человека. И, возможно, как с ней сблизиться, но сблизиться. Если у вас есть желание. Не через донесение до мамы какой-то истины, потому что этого у вас не получится. Если она воспринимает вас через премию своих эмоций и общаться конструктивно, у вас, к сожалению, не выйдет. А именно, если такое ее желание, то просто, значит, не входить в контакт. Не обращать внимания, игнорировать наши попытки вас задеть. И обращать больше внимания на какие-то более конкретные, более реальные аспекты жизни. В общем, мама пытается через задевающее поведение, через вызывающее поведение, что она пытается вызвать у вас эмоции, чтобы доказать себе собственные значения. Что значит, чтобы доказать, что вот она имеет какое-то значение для вас, она имеет какой-то вес в своей жизни. Так вот, она будет делать это до тех пор, пока вы на это будете реагировать в негативе. Если вы в течение насчет продолжительного времени будете биоразмичны к этому, то она поймет, что ее поведение не имеет никакого эффекта и не найдет его мира. Будет искать другие методы, другие пути для того, чтобы вы как-то начали реагировать на нее. Причем реагировать так, как нужно именно ей, а не вам. Да, вот тоже очень важный момент, нужно это понимать. Что ей нужно от вас определенные реакции. И хитрость в том, при вашем желании с ней вблизиться, вступить на контакт. Чтобы показать ей, что есть только единственная реакция вашего на нее, но возможная вашей страны, это та, которая является позитивной, направленной на конкретное жизненное обстоятельство, и не имеющая ничего общего с выяснением отношений и с обсудением против того, кто там в чем-то виноват. Когда ваша мама поймет, что только эта реакция для нее вонмально, от вас, она будет довольствоваться, и кому-то другого в стране вы ничего ей не найдете. То есть во всем остальном у вас просто безразличие и все. И на то, чтобы это показать ей потребуется время, если вы готовы, если у вас есть терпение, то обязательно вот в таком ключе нужно действовать, чтобы постепенно в течение времени дать и понять, что вы готовы общаться только на своих условиях, если это условия она не выполняет, то вообще никакого не будет. То все право. И когда она действительно убедится в этом, у нее будет выбор. Или принять ваши условия, или полностью перестать общаться. Потому что, ну, ни один периодичный человек, который вас знает, не будет служить вашей маме по поводу того, что она вот говорит. Потому что если это просто голословное обвинение, то она, ну что, это не имеет ничего общего с реальности, вам на это обижаться не стоит. Я вообще не возьму ничего. Обиды это не то, чем можно здесь нормализовать отношения. Далее, что касается вашего сценария, то есть, который вот вы, собственно, боитесь повторить. То о нем, о нем, нужно сказать один. Дело в том числе, что вы сценарий с мамой уже не повторили. Мало об этом написал наших экспертов, ну, я хотел бы тоже сказать пару слов об этом. Значит, вы не повторили сценарий с мамой, но вы сейчас в каких отношениях находитесь? Если есть какие-то подводные страны, вот, допустим, вот, была ситуация, при которой, допустим, он наш план изменит. Это, безусловно, очень плохо. И мы сказали, что спросили своего мужа. Вопрос, который я вам задам, он заключается в следующем. Вы простили его, почему? Потому что вы боялись повторить жизненный путь своей мамы, или вы простили, потому что поняли причину и мотив его поступков. Если первое, потому что боялись повторить ошибку своей мамы, то, понимаете, если вы будете с нелюбимым мужчиной, или с мужчиной, которого вы не простили, и живете с ним просто потому, что вы не хотите оставаться одной, и буквально повторять поведение вашей мамы. То, к сожалению, от этого сценария, финального поведения, вы не добавите. Потому что, на самом деле, корень поведения, отличается не в том, чтобы с мужчиной расставаться и вновь сближаться. Кольное поведение, финального, отличается в том, что человек несчастен рядом с другим, что человек не желает другого человека делать себя счастливым. Вашими мамами живет только своими чувствами, она не примет других людей вокруг нее делать счастливым. И это финансовое поведение. И поэтому очень важно для вас, чтобы вы все-таки пересмотрели свое отношение к мужчине, и решили для себя, любите ли вы его или нет, бросили вы его или нет, поняли ли вы его поступок или нет, сделали ли вы его. Относительно того, почему он так поступил. И, соответственно, можете ли вы дать ему то, чего ему не хватало, и что он пытался найти вот другое нечто. То есть, понимаете ли вы причину измены. Соответственно, если причина измены вам ясна, и вы все равно его не простили, то тогда он с этим мужчиной не может остаться. Потому что не делай это быть человеком только из-за того, что вы боитесь чего. Вот в данном случае отношения к мужчине получаются как средство, средство страха, средство достижения какой-то лично вашей цели. И в этом плане как раз таки вы повторяете поведение своей мамы на глубинном уровне, уровне. Чтобы этого не было, необходимо желать делать вашего человека с вами счастливым. Для этого нужно проломать ваше отношение к мужчине. Если вы своего мужа сейчас любите, если вы желаете быть с ним, если вы понимаете, если вы прощаете, в принципе, его ошибку, нужно просто до конца понять, что его сподвижено. Это чтобы лучше такого не стали. И чтобы дать ему, давать ему того, чего ему не хватало рядом с вами. И при этом желать ему всех единственных сил. И вот тогда в финальной матче ваших мамы избавят. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам как-то понравилось. Делайте его лучшим. Пожалуйста, буду очень вам благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. Удачи. Терпение, выдержки. И понимание, на самом деле, своему.